Как вы родители мои простые люди? А папа тоже из такой смоленской деревни, который в Москву приехал в 1926 году, встал на биржу Турда и потом стал рабочим и заслужился до мастера цеха Доргомиловского химического завода, который на Бережсковской набережной. Известный такой завод. Но мама из Питера по происхождению, скажем, из Ленинграда, тогда из Петербурга, и её семья, большая семья, три сестры, четыре брата и мой дедушка по маме, был владелец маленькой конюшни, как они назывались, ломовых лошадей, которые грузы возят. Поэтому, когда была революция, конечно, раскулачили, заслали под Питер, отобрали всё, а он опять там завёл какую-то живность, коров и так далее. Тогда они уехали в Калужскую область, и там опять стали крестьянствовать уже, и опять чего-то там завели, многое. И вот там они встретились с мамой, и образовалась моя будущая семья. Но я просто говорю, что вот эти корни людей русских, которые что-то умели делать, в том числе маленький бизнес, значит, их как-то трудно истребить, потому что вот выяснялось, что его потом сослали на Урал, а его сыновья, двое сыновья вернулись в Петербург, уже продолжили дело. Но интересно, что они боялись, и мама писала, где она родилась, в той деревне, где они с отцом познакомились. Хотя она была питерская, но тогда как бы боялись, зачем это вот ворошить, это такой штрешок. Поэтому вот с 1926 года мой папа и мать в Москве, москвичи, так что я уже коренной москвич. Родился я тоже известный всем роддомами Играу Ирмана на Новом Арбате, и учился в гимназии, на которой висит доска, где учились, по-моему, Ширвинд и другие. Это бывшая 110-я школа в Мерзляковском переулке, где сейчас ЦМШ, Центральная музыкальная школа. Так что вот я оттуда. Потому что я жил с 1926 года, вот они переехали на скатертном переулке, это в районе Поварской улицы, то, что называлось район Царской кухни, если вы знаете переулки около Никитской. Поварская, хлебный, ножовый, медвежий, скатертный, вот все вот это. Это вот история старой Москвы. Вот я оттуда. Игорь обрядил техникой и думал, то ли МАИ, то ли МАДИ, вот что-то автомобильное. И вдруг я встречаю уже в 1958 году, когда мы кончили школу, сокурсника, который говорит, пойдем с тобой в МФТ, в ФИСТЕХ. Я говорю, что это такое? Такой секретный институт под Москвой, там ракета. В это время уже запустили первый спутник, Гагарина еще не было, в 1957 год спутник запустили. Ракетами уже все бредили, особенно технически образованные мальчики. И он говорит, я вот туда-то, он говорит, да к везде с 1 августа, а на ФИСТЕХ с 1 июля провалишься, пойдешь с собой МАИ, там и так далее. И я пошел туда сдавать. Это отдельная история, но сдал и попал по количеству необходимых баллов практически на бровях. Случайно, потому что бредил в каком-то техническом ВУЗе, но попал на факультет, который занимался, тогда он назывался аэромеханический, а сегодня он называется аэрофизики и прикладой математики. Это на самом деле, если систему физтех, чуть-чуть вы знаете, это первые три курса учатся там в Долгопрудной, по очень насыщенной программе физфака и мехмата в основном, даже в черчении, сопромат, сопределении материалов, то есть нас готовят и как теоретиков-ученых, и как инженеров-физиков, чтобы потом мы умели и чертить там и так далее, и так далее. Это было придумано лучшими отцами основательной, это Капица, Берк, Академик, и так далее. История про всех отдельная, можно рассказать. Вот, но эта система физтех вот так и называлась, что начиная с третьего курса, а с четвертого уже много, вы лекции слушаете не только в самом ВУЗе, а ездите на так называемую базу, базовые кафедры, то есть в те институты или КБ, куда вас потом и распределят. Раньше была система распределения. То есть вы уже на третьем курсе знаете, где вы будете потом работать. Но зато на третьем курсе два дня в неделю, на четвертым четыре дня в неделю вам читают те, которые реально там работают. Не преподаватели, книжники. То есть и ученые, и конструкторы, которые там. Я попал в то, что сегодня называется НИИ-МАШ, там, где сегодня Центр управления полетами, тогда это называлось НИИ-88, значит, все были цифровые такие, значит, зашифрованные. Потом я там делал диплом. Пропуская вот этот период, скажем так, то есть я там и диплом сделал неплохой, я был не суперотличником по диплому, то есть не все пятерки, потому что дипломы с отличием давали, если даже несколько четверок, так называемых. Но тем не менее у меня был диплом с отличием. Но начались трения, наверное, вот этого московского такого мальчика, чуть-чуть пижона, который мечтаем, мы все мечтали или Эйнштейна, или Королёвы, да. А там на самом деле потом уже, когда становишься на выходе, почти производство. К такому-то сроку, как шутили, к такому-то празднику запустить ракету или, значит, открыть новую частицу, что так и было в Советском Союзе, приурочили к 7 ноября, например, новую частицу в Дубне открыли на ускорителе. Ну, ясно, что это некоторое совпадение, но надо посветить и так далее. Так и здесь иногда не в шутку, а говорили, вот там. Я занимался вместе с группой, конечно, как молодой человек, разработкой так называемых плазменных двигателей. Это плазменные ракетные двигатели, это не химические, которые мы все видим, а такие долгоиграющие, они работают многие сутки, тяга у них очень маленькая, зато вот очень долго. И сейчас они, наконец, сделаны. А тогда задание. Срочно сделать двигатель килограмм тяги, это небывалая тяга. А где это делается? Это вот огромный цех, там вакуумные емкости, где несколько паровозов, можно сказать, таких вот емкостей, в которые откачиваются до вакуума космического, потому что испытание идет, это удивительно, как бы в космосе. Подводятся вот такой толщины электрические провода, когда там идет эксперимент, наверное, прикасают лампы во всем Королеве нынешнем, потому что все это очень энергоемкое. Так вот, к сроку, к сроку, к сроку, 8 часов прийти на работу, отметиться этими самыми всякими жетончиками и так далее. Я думаю, в 6 часов встать в Москве, приехать туда. То есть я начал уже сомневаться, нужно ли мне это. И вот я начал не совсем хорошо себя вести с моим руководителем дипломом, и значит, не диплом, а уже аспирантурой, и значит, вот это вот производственное давление, а я говорю, мы хотели, вот надо так, надо испытать то и сё, значит, начали ссориться с ним, и он мне говорит, значит, диссертацию ты не успеваешь делать, у тебя своя, дорогая, я считаю, своя, я тебе даю свободное распределение, значит, ищи себе, потому что раньше ты должен распределиться туда, где ты там проходил практику. Вот, и я вот со свободным распределением летом 64-го года кончил аспирантуру, 67-го, извините, кончил аспирантуру, иду в Москве, встречаю на улице своего сокурсника, такого Виктора Фрунчука. Он говорит, ну ты где? Я ему рассказываю свою историю, я говорю, я нигде сейчас мне, пойдем в ЦИМИ. И что это такое? Центральный экономико-математический институт, Академия наук, он говорит. Была разница, всё-таки академическая, это что-то такое, голубая кровь, белая кость. А мы как бы в ВПК, то есть в оборонно-промышленном комплексе. В Академии наук, я говорю, ну я экономики не знаю, он говорит, ну будем, батюшку, знаешь, экономика, что там, научишься, через полгода всё будешь знать. Ну пойдем. Да, 120 рублей обеспечено, знаете, у Жванецкого это шутка, 105 рублей спасибо, 120, большое спасибо, 135, объясните за что. Вот это были ставки младших научных сотрудников. Мне сразу сказали, 120, это уже нас принимал молодой заместитель директора, ЦИМИ тогда. Директором там был Николай Прокрович Федоренко, академикный, непокойный, но это умница, он химик, он всплыл и стал академиком на волне химизации народного хозяйства. Это была первая такая организованная или созданная организация, первый институт, куда собрались вот все такие, как бы сейчас сказали, либералы-экономисты, экономисты математики. Потому что, конечно, мейнстримом был что? Марксизм, ленизм, незыблемые учения, материализм, империокритицизм, Маркс, капитал, тритома и так далее, все мы это изучали. И тут вдруг Косыгинская реформа 60-е годы, 65-е, появилась возможность произносить слова прибыль, хозрасчет, это все было запрещено. И вот было вот такое движение, когда ЦИМИ, как флагман в этой области, и параллельно кафедра ММН, называлась на экономиком отметив, в МГУ, она тоже возникла, которую потом академик Шаталин возглавил, тоже известный. Вот это были такие два полиса в Москве, где вот эти молодые экономисты западного, скажем, мышления стали произрастать и процветать. Вот. А еще одна точка была в Сибири, это академик Аганбегян, институт экономики и организации промышленного производства, такой институт, где был и работал Конторович Леонид Витальевич, академик, единственный лауреат Нобелевской премии из России за экономику. Он как раз вместе с американцем действительно был выдающимся экономистом в этом смысле. Это совершенно новая область математики, такое, так называемое, целочисленное, дискретное программирование, это всякие задачи оптимизации, когда вот надо выбрать какое-то оптимальное решение, есть максимум, минимум, по какому-то критерию надо выбрать наилучшее решение. Вот эти люди, включая Конторовича, Федоренко, Конторович попозже там появился, образовали такой костяк людей, которые там были, академик Шаталин, академик Петраков, который сегодня жив и здоров, слава богу, академик Львов, который уже ныне не с нами, но тоже вот, Глазев, это ученик, Сергей Глазев, ученик как раз Львова, который тоже там в Цеми защищался, Цеми тогда был вот таким островком свободы мысления в экономическом смысле. Вот, скажем так, вокруг марксизма, ленинизм, а в Цеми вот Федоренко собирал всех, гонимых, значит, исключенных, евреев, прокаженных, неудобных в математике либо в социологии, например, он пригласил туда Леваду, да, сейчас центр Левады. Юрий Александрович был тогда исключен из Института социологии и из партии за всякие там нехорошие, так сказать, экзерсисы в области социологии, потому что у нас была марксистско-ленинская, а там, значит, оказывается, она всемирная, да. И Федоренко его пригласил, Леваду, и, значит, он получил лабораторию тоже в Цеми, хотя Института экономика, математически, но там были специалисты сельского хозяйства, Лемешев, например, из Сибири, Левада, социолог, и так далее, и так далее. И так далее. И так далее.